Друзья мои, всем привет! Сегодня я хотел вам рассказать о том, как канадцы ездят в США, если у них есть для этого необходимость. Вот на днях моя жена сказала, что может быть там есть смысл съездить в Баффало. Часто мы туда ездим. Примерно раз в месяц мы ездим в Америку сделать какие-то покупки, потому что иногда товары и вот какие-то продукты в США, они немножко дешевле, и мы ездим в основном не для того, чтобы там что-то сэкономить, а просто это, так сказать, ну как бы немножко развеяться и заодно сочетать вот приятное, скажем так, с полезным. Для начала я вам скажу такую вещь, что если вы только приехали в Канаду и получили постоянное место жительства, то вы не можете сразу поехать в Соединенные Штаты, потому что вам для этого нужна будет виза. То есть вам нужно будет пойти в американский консулат в Торонто, там вас встретит консул, вы должны будете объяснить причину вашей поездки, для чего вы едете, какая, так сказать, у вас цель, и соответственно вам спросят, как долго вы собираетесь находиться, где именно вы будете останавливаться. Если вы сумеете обосновать причину вашей поездки, то вы без труда получите визу. Для нас, для тех, кто уже получил канадское гражданство, в этом нет никакой проблемы, потому что, как вы, вероятно, знаете, между Канадой и США не существует визового режима. То есть у нас есть канадский загранпаспорт, и вы просто, когда подъезжаете к американской границе, вы его предъявляете, так сказать, они быстренько его просматривают, задают вам какие-то вопросы, вы отвечаете, эта процедура, в общем, это очень и очень несложная. Самое интересное, что раньше, когда еще, так сказать, это вот там 15-20 лет тому назад, до вот тех терактов, которые произошли в Соединенных Штатах, многие канадцы ездили в Америку вообще с правами. То есть вы подъезжаете на машине к американской границе, показываете пограничникам или таможникам, до сих пор я не понимаю, как их правильно называть, потому что, как вы помните, у нас в России есть таможенная служба и есть пограничная служба. Здесь это примерно как бы один и тот же офицер, который выполнял фактически, насколько я понимаю, одну и ту же вот функцию, то есть он вместе в одном лице. Так вот раньше, например, канадцы могли приехать на границу, просто показать свои права канадские, это было достаточно для того, чтобы поехать в Соединенные Штаты. Интересная история была вот буквально, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, когда один парень из Монреаля, по-моему, если не ошибаюсь, он поехал в Соединенные Штаты и когда он подъехал к американской границе, он в последний момент осознал, что при нем нет загранпаспорта. И не зная, что делать, он связался со своей подругой, которая отсканировала ему его загранпаспорт, все страницы его и переслал электронным путем на его айпад. И когда он, так сказать, подошел вот к офицеру на границе Соединенных Штатов, он просто предъявил ему айпад, на котором было изображение его канадского паспорта. И этого оказалось достаточно для того, чтобы пересечь границу. И точно так же он успешно, в общем-то, вернулся обратно потом в Монреаль. Вот такая была история. Поскольку я живу на западе от Торонто, в небольшом городке Оквилл, то для меня доехать до Ниагарского водопада, а это фактически и есть граница с Соединенными Штатами, составляет примерно где-то 50-55 минут на машине. Сегодня среда, я думаю, что народа будет, скорее всего, очень немного. Мы сейчас с вами это все увидим, сколько там будет. Вот мы сейчас уже подъезжаем к границе. Машин, как я говорю, достаточно много, но не слишком много. То есть я рассчитываю, что это мы, наверное, проведем здесь примерно 15-20, может быть, с небольшим минут, прежде чем мы доберемся до офицера границы. Дальше я, как вы знаете, у меня стоит на моей машине Dash Camera, то есть имеется в виду, как по-русски говорится, видеорегистратор. И я попытаюсь записать процедуру прохождения. Я надеюсь, что это не очень противозаконная вещь, потому что скрывать мне нечего. Я не знаю, насколько это можно сделать, но я попробую записать, как мы переезжаем границу, и вы, возможно, услышите голос и мой, и голос вот американской службы о том, какие вопросы они задают, что мы отвечаем для того, чтобы вы могли понять, как эта процедура происходит. Плюс на обратном пути я постараюсь также записать наш разговор с канадскими службами уже, когда мы возвращаемся обратно в Канаду. Сама процедура прохождения границы, она, как правило, очень несложная. То есть вы подъезжаете, к пункту перехода границы на машине. Там в будочке обычно вас ждет офицер границы Соединенных Штатов. Вы подъезжаете. До этого момента, когда вы пересекаете, вы должны медленно проехать, потому что машина ваша фотографируется. Фотография, видимо, идея заключается в том, чтобы сфотографировать ваши номера и одновременно сфотографировать, кто находится за рулем, кто находится на переднем сидении справа. И идея заключается в том, что если человек, разыскивает, если что-то произошло, то у них есть всегда фотоснимок, где, когда, в какое время вы пересекали границу Соединенных Штатов. Дальше вы подъезжаете непосредственно к офицеру. Он обычно с вами здоровается и задает вопрос. What is your citizenship? Вопрос, который меня всегда немножко удивлял, потому что если ты держишь в руках мой канадский паспорт, который я тебе только что дал, если я пересекаю границу Соединенных Штатов из Канады в США, то непонятен, в общем-то, этот вопрос. Но, тем не менее, я уверен, что сотрудники границы Соединенных Штатов, они очень хорошо тренированы. И я не думаю, что эти вопросы они задают сами. Они, скорее всего, наверняка составлены, это протокольные вопросы, которые созданы всевозможными специальными службами, психологами и прочее. То есть на него наверняка есть какая-то первопричина на этот вопрос, но я ее не очень до конца понимаю. Может быть, идея заключается в том, что какой-то разведчик, у которого лопнут нервы, терпение сорвется и закричит, что он, несмотря на то, что ты держишь мой канадский паспорт, на самом деле я являюсь разведчиком страны какой-нибудь, Гондураса. Ну, я шучу, конечно, вы понимаете. Но, тем не менее, вот такой вопрос они задают, и на него есть, видимо, какая-то причина. Далее они, как правило, всегда спрашивают вопрос, и вы услышите это из записи. Какая причина вашей поездки? В данном случае мы говорим о том, что мы просто едем за покупками что-то купить. Следующий вопрос, как правило, как долго вы планируете находиться в стране? На что мы обычно говорим, что мы планируем пробыть в Соединенных Штатов 3-4 часа, после чего мы вернемся обратно. Далее она, как правило, держит в руках наши паспорта, и у нее стоит определенное такое сканирующее устройство электронное, то есть она проводит наши паспорта, дальше у нее, видимо, появляется информация, так сказать, наш профайл, что мы из себя представляем, кто мы такие, где мы живем и прочее. И если она не видит никаких, или он, офицер, не видит никаких нарушений с нашей стороны, не видит какой-то информации о том, что мы находимся там, я не знаю, в розыске, или мы там какие-то преступники, или еще что-то такое, то дальше, как правило, человек просто говорит, что приятны вам пути, так сказать, хороши вам дороги. Ну, то есть такая обычная формальная какая-то очень такая вежливая фраза. Ее задержали в аэропорт Клейкнесс. Здравствуйте. 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 Как вы? Какой purpose of the truck? Просто shopping. Окей. А вы будете домой сегодня? В несколько часов. Ничего, что declare, что происходит? Нет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Маленький совет для тех, кто переходит американскую границу. По каким-то причинам что-то им показалось, может быть, нелогичным в вашем ответе, или у них какие-то появились вопросы, вас могут, что называется, завернуть. То есть вам могут сказать, пожалуйста, проедьте вот туда вот налево, там вы пройдете вот в такую комнату, паспорт они у вас ваш изымают, паспорт у вас больше пока нет, вам дают такой квиточек, и вы с этим квиточком едете вот ставить машину на стоянку, и дальше вы идете в комнату, где вы будете проходить с другим офицером собеседование. То есть это означает, что у них к вам есть какие-то вопросы, им что-то показалось нелогичным, что-то непонятным в вашем поведении, и они хотят с вами пообщаться более ближе. Мой совет заключается в том, что зачастую люди иногда начинают нервничать, иногда начинают раздражаться по принципу, то есть, а почему я, то есть, а почему меня вдруг решили выдернуть из толпы, почему все едут, а я не еду. Иногда русские поначалу считают, что вот я, наверное, русский, а не американцы, они нас вот как бы русских, наверное, недолюбливают, поэтому они вот нам какие-то палки в колеса ставят и так далее. Наверное, я бы сказал бы так, что и в самом начале, я примерно, когда у меня несколько раз вот такие ситуации были, наверное, всего один или два раза, причем, наверное, я сам во всем и виноват был, я тоже испытывал такое раздражение, что вот, а что я такого сделал, а почему вы меня так со мной вот как-то решили отдельно поговорить. Мой вам добрый совет – не воспринимать это никак эмоционально. Во-первых, когда вы даете канадские документы, вряд ли сотрудник американской границы знает о том, что вы русский, что вы узбек, казах или белорус, и я не думаю, что он об этом в курсе дела. И даже если он об этом в курсе дела, я почти уверен, что ему на это глубоко наплевать. Ему до этого, наверное, скорее всего, дела никакого нет. У них все это построено, насколько я для себя понимаю, на уровне протокола, на уровне процедуры. Если в ваших ответах что-то не совпадает, если у вас что-то, как говорится, не склеивается, то это повод для того, чтобы поговорить с вами подробно. Вот и все. В свое время, например, у меня была такая ситуация, мне нужно было поехать в Америку купить камеру, недешевую тогда видеокамеру, мне нужно было для работы, и я почему-то решил, что мне надо это скрыть. Жена со мной поехать не могла, я поехала один, и не знаю до сих пор, почему мне надо было это скрыть, но почему-то я решил, что я вот на границе скажу о том, что я просто еду попутешествовать в Нью-Йорк, и я собирался очень наскоро, я не положил с собой в сумку ни полотенца, ни шлепанцы какие-то там для гостиницы, ни зубную пасту, даже, по-моему, я бритву с собой даже не брал вот такую. Ну, естественно, когда они начали проверять, когда я проходил границу, они задали вопрос, для чего ты едешь? Я говорю, я просто хочу проехаться в Америку, а до Америки с нашего границы ехать примерно где-то 9 часов на машине, и им это, конечно, показалось странным, так сказать, они попросили досмотреть мои вещи, когда они увидели, что у меня нет с собой даже ни зубной пасты, ни полотенца, так сказать, ни бритвы, ничего такого, то есть я рассчитывал, что я вот быстро смотаюсь туда-обрата, мне ничего не надо, в гостинице полотенце есть, мыло есть, шампунь есть, а зубная паста, если мне надо, в конце концов, я ее куплю там, и так далее. Им это, конечно, показалось, это было, наверное, лет 10, там, я уж не помню, 15 назад, как раз вот эти были времена терроризма, ситуация на границе была такая достаточно остороженная, и, в общем-то, им показалось это очень странным, мое поведение, они меня, конечно, завернули, вот. Я попал в такую комнату, где сидели вот такие бородатые, там, какие-то мусульманского вида люди, целые, там, я не знаю, человек 60-70 была полная забитая комната, и я в этой комнате просидел, наверное, часа полтора-два, прежде чем меня вызвали на собеседование вот с офицером границы Соединенных Штатов, и я к тому времени уже был и усталый, и злой, и раздраженный, это было что-то невероятное совершенно, и когда уже дошла до моей очереди, он сказал, что мы будем делать, я сказал, ты знаешь, я хочу ехать домой, мне не надо вашу Америку, не нужно мне ничего, никуда ехать, и так далее. И офицер мне сказал, слушай, ну мы должны понять вообще, что происходит, то есть это не просто так, что ты там приехал, так сказать, сюда, к границе, потом, когда тебя попросили посидеть, поговорить с офицером, ты вдруг разозлился, говоришь, давай я поеду обратно домой, слушай, это граница, это граница Соединенных Штатов, это совсем не шутки, это не игрушки, так сказать, просто приехал, развернулся, поехал обратно и так далее. И он мне сказал, давай, в общем, говорить на чистоту, что происходит, ты должен понять, что мы нормальные люди, но из того, что ты нам показываешь в своем чемодане, что у тебя ни полотенце, ни зубной пасты, ни щетки, ни бритвы нет, так сказать, но ты понимаешь, что ты выглядишь странно, давай разговаривать, давай, так сказать, начнем как-то объясняться. И тогда я ему сказал, говорю, слушай, ну мне нужно камеру купить, ты понимаешь, мне нужно камеру купить, и просто я не очень хотел об этом говорить. Почему ты не хотел об этом говорить? Да черт его знает, ну не хотел я говорить, я почему-то считал, что, наверное, не надо об этом говорить и так далее. Вот. И после чего я ему сказал, говорю, окей, я тебе сказал всю правду как есть, и я понимаю, что, наверное, уже раз я что-то не так сделал, наверное, отправьте меня тогда домой, я поеду домой. После чего он спокойно поставил мне штамп, так сказать, мой канадский паспорт, сказал, пожалуйста, езжай в Нью-Йорк, куда хочешь, счастливой тебе дороги и хорошего тебе пути. Вот такая была ситуация. То есть из моего опыта я пришел к выводу, что чем честнее вы держитесь с сотрудником границы, это очень серьезная организация, это очень солидная структура, никто не рассчитывает на то, что вы будете с ними шутить или играть и так далее. То есть они будут с вами разбираться. Насколько я понимаю, когда вы сидите вот в этой комнате и ждете полтора-два часа очереди, там не столько вы очереди ждете, сколько они проверяют весь ваш бэкграунд, они пытаются по компьютеру связаться, может быть, с канадской страной, выяснить, кто вы такой, где вы живете, чем вы занимаетесь и так далее. Вот такая ситуация. То есть мой опыт с тех пор, если вас останавливает сотрудник или офицер границы Соединенных Штатов, задает какие-то вопросы, старайтесь с ним кооперировать, старайтесь открыто смотреть ему в глаза, улыбайтесь, разговаривайте очень доброжелательно, отвечайте честно и открыто и прямо на все вопросы, не хитрите, не ловчите, и я вам гарантирую, что у вас не будет никаких проблем. Очень они работают доброжелательно, нормальные совершенно люди, не ищут они никаких проблем, не пытаются они над нами издеваться или еще что-то такое, это глупость, если кто-то это будет говорить, это, на мой взгляд, полная чепуха. Вот такая ситуация. Друзья, это все на сегодня. Спасибо за ваше внимание. Как всегда, я приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube, на моей странице в Facebook, Google+, ВКонтакте. Всех приглашаю, принимая в друзья. Спасибо за ваши вопросы. Всего вам самого наилучшего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok